И не оставила равнодушной история Надежды Мордовцевой. Фильм о бузнице фашистского концлагеря победил в этом конкурсе. До парадного шествия бессмертного полка остаются две недели. В его ряды на Алтае уже записали 18 тысяч воинов Великой Отечественной войны. Куда в Бурнауле 9 мая приходить с портретами фронтовиков? Расскажет Галина Сеуха. Торговый центр «Россия». В прошлом году возле него развернулся пункт сбора бессмертного полка. В этот день победы детей и внуков с портретами своих фронтовиков снова ждут здесь. Но теперь это не единственное место дислокации. Мы сейчас с вами находимся у Академии культуры. И в этом году здесь тоже будет площадка построения бессмертного полка. И тем, кому ближе подойти сюда, пусть подходят именно на эту площадку. Будет и третье место построения, рассказывает Юрий Пургин, алтайский координатор акции. Его сделают на парковке между драмтеатром, администрацией края и госуниверситетом. Приходить можно на любую площадку. Везде будет дежурить скорая помощь, работать туалеты и киоски с напитками. Участники бессмертного полка смогут получить вот такие памятные наклейки и послушать военные песни. Но главное, долго ждать шествия, как получилось в прошлом году, в этом не придется. Время прохождения известно точно. То есть в 10.30 полк пойдет. Главное не приходить раньше 10, но по крайней мере не в 7 часов. С трех разных площадок колонны бессмертного полка объединят в один километровый строй. Пол 11-го он торжественно начнет свой путь по площади Советов и улице Димитрово. Шествие бессмертного полка завершится на соцпроспекте. Вот в этом месте установят большую стену памяти, на которой каждый сможет написать имя своего героя. Записать фронтовика в бессмертный полк еще не поздно. Это можно сделать на сайте проекта мойполк.ру. Расскажите фронтовую историю своего отца, деда, прадеда. Распечатайте его фотографию и перейдите с ней 9 мая на парад. Они должны пройти по бедным строям. Галина Сеуха, Андрей Кулябин, Вести Алтай. Барнаульский Алтай-баскет.